В Ненецком округе много удаленных от столицы региона населенных пунктов. На вертолете или самолете можно добраться до небольшой деревни Волоковая, которая расположилась в Сосновом Бару. О жизни вдали от городской суеты и местному умельцу расскажет Дарья Чупрова. На берегу реки Пеша стоит деревня Волоковая. В следующем году юбилей. 115 лет с момента постройки первого дома. Слова «я люблю Волоковую» для местных жителей – не пустой звук. Люди тут искренние патриоты своей малой родины и мастера на все руки. Николай Канев на пенсии не сидит на месте. Активно работает. Продолжает дело, которое начал еще его отец. Шьет лодки. Отец раньше меня шил. А потом думает, давай я сам сошью. Отсюда и покажи как. Вот это колода. Я тоже с кукуржа так. У меня еще с царлиной головой была. Он пришел так раз-раз и еще ушел. Говорит, меня никто не учил. Сам делай. Методом проб и получился первый опытный образец. Тогда Николай разбирал старые лодки, чтобы понять, как сделать свою. Так все и пошло. На следующий год уже сосед сделал заказ. В народе до сих пор говорят, что лодки шьют, потому что раньше гвоздей не было, и их прошивали ветками, корнями. Помимо лодок мастер трудится и над другими изделиями. Это, например, клумба для цветов. Легких путей Николай тут не ищет. Из кокоры в нижней части ствола дерева с крупным корнем делает голову лебедя. До этого и собачью голову мастерил, и орлиную. Ориентироваться приходится по ходу действий. Дерево – материал сложный. Самый любимый – это, конечно, елка. Это, конечно, делается с елки, но елка как… Один мастер, умирая, сказал, всем прощай, только не прощай еловому суклу. Потому что что делаю, делаю еловый сук со скотчей, и у тебя материал уже портится. Кроме своих увлечений, труженик успел за два года построить дом. Вместе с этим получается и с женой хозяйство вести, делать заготовки на зиму. Как и все в деревне, выращиваю я огурцы. В этом году первый раз выращивала помидоры, кабачки выращиваю. Но сейчас все заросло, потому что осень уже практически. В этом году все рано. Сам Николай выращивает клубнику. Начал больше 25 лет назад. Захотелось попробовать. Ведь чай не пьет, кофе не пьет. А вот в морс – пожалуйста. Ну много лет все занимаюсь этим. Мне это нравится. И никого, ни жену, ни денег. Сам нравится. Люблю заниматься. В этом году решился на некоторые изменения. Где-то я слышал, я не помню уже. Я видел, я слышал, что вот так поднимаю. Давай, думаю, вот так сделаю. На будущий год посмотрим, какой урожай будет. Летом, как говорят местные жители, в деревне оживление. Приезжают погостить родственники и те, кто здесь жил раньше. Из Наринмара летят полные самолеты и вертолеты, а осенью улетают назад в город. Места здесь и впрямь красивые. Деревня расположена в этакой чаще из соснового бора. Но главное ее богатство – это, конечно, люди. Всего в Волоковой постоянно живут около 50 человек. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».